На визу, 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 на визу. Юрий Иванов, автор вот этого опуса, называется «Осторожно, сионизм». Видите, это обложка этой книги. Это современное издание, старое издание, оно было более в строгих тонах. Можете в интернете тоже посмотреть, набрать «Осторожно, сионизм». Я нашел вот такое его изображение. Вы знаете, я причем не особенно уверен, что это именно Юрий Иванов, потому что он какой-то достаточно сильно законспирированный человек в наше время. Его биография характеризуется одним важным штрихом. Он был очень важным инструктором международного отдела ЦК КПСС. Те, кто примерно представляет историю Советского Союза, понимают, о чем речь. То есть инструктор ЦК – это фактически легальная разведка политическая. То есть в мире это поддержка всех абсолютно террористических течений того времени. Скажем, начиная от Фиделя Кастро, революции Фиделя, кончая всех этих латиносов, революции Южной Америки, Боливии и прочее. Безусловно, все войны на африканском континенте велись под кураторством вот этих инструкторов международного отдела. Ну и так далее. Арабские конфликты, конечно, безусловно. Поэтому, понимаете, что человек непростой. И этот человек в 1969 году, как я уже говорил, на волне вот этого арабо-израильских войн, он как раз практически все свое внимание уделял Ближнему Востоку по работе, этот Юрий Иванов. И, соответственно, вот он издал книжку под названием «Осторожно, сионизм». Его повнимательнее, значит, посмотрим почему. Потому что он такой, как бы, предтеча всех вот этих вот истребителей, которых мы сегодня говорим. То есть он один из первых, который завязал вот этот вот текстологический и, соответственно, идейный уровень. Это его идеи потом обыгрываются памятью. И вот вплоть до сегодняшнего дня, там, такими Воробьевскими и Платоновыми. Значит, соответственно, этот опус, вот этот «Осторожно, сионизм», он стал практически сразу легендарным. Как бы попал вообще просто в хиты. Его рвали просто из рук, все читали. Вот. Но, значит, там была такая история интересная. Значит, первый тираж он распродал. Ну, я так примерно помню. Второй тираж тут же пошел. Небольшие, по-моему, там, ну, скажем, по советским временам, там, небольшой тираж, это там, тысяч сто, например, да, там, ну, может, ну, пятьдесят, в конце концов. То есть, это не наше время, когда там большой тираж, это там, тысяча экземпляров, да, для любого текста. Вот. Это уже круто. А тогда там десять тысяч, двадцать тысяч, пятьдесят тысяч. Это нет проблем. Это же Советский Союз. Ну, и, соответственно, у него вот этот весь тираж, на него какие-то там люди начали, ну, как они сейчас, патриоты все говорят, люди ебанки национальности, возмутились этим, как-то на него какие-то давления кое-кто начал оказывать из ебанки функционеров, которые были во власти тоже, безусловно. Это понятно. Ну, вот это байка, конечно, поэтому я вам ее передаю. Вот. И вроде бы как тираж почему-то оказался у него на даче, то ли его сняли с продажи, то ли еще что-то. И дача сгорела. Вот такой аутудафе, короче, его книги произошло. Просто жертва, значит, аборта и все такое. Но там есть продолжение в этой смешной истории. Значит, буквально через несколько месяцев по распоряжению каких-то могущественных сил, чуть ли не самого ЦК, был отпечатан новый тираж этой книги. 200 тысяч экземпляров. Карл, 200 тысяч. Это же вообще. И тут же все было как бы вот раздано в магазин и уже ничего не горело. Все читали эту книжку. Она у меня, кстати говоря, тоже есть в библиотеке. Была, вернее, сейчас уже нет. Раньше была. Не знаю, кстати, она запрещена, между прочим, Роскомнадзором или нет. Ну, вот я просто выписал вам, значит, для характеристики этого человека. Сначала вот как бы его именно, ну, такой личностной характеристики цитату из воспоминаний такого киносценариста Бориса Шейнина. Был такой Борис Шейнин, очень известный. Вот он тоже был вот этим функционером антисионистского фронта. То есть, я именно обращаю внимание, он сам ***, конечно, Борис Шейнин. Но он был вот таким лидером антисионистского такого толка. Он, значит, был против *** и все такое. Ну, значит, вот он пишет. Имя Иванова ничего не говорилось. Кстати, этот Шейнин, он сам вот снимал вот эти вот пачками эти фильмы, как я уже говорил. Ну, вот он пишет. Имя Иванова ничего не говорило. Мы только знали, какую организацию он представляет. Но пройдет всего лишь несколько месяцев, и об Иванове заговорят и у нас, и в Израиле, и во всем мире. Мы уже снемся, узнав, что наш консультант является автором книги «Осторожный сионизм», которая, подобно разорвавшимся ядерному заряду, станет облучать нуклидами антисемитизма широкие просторы советской пропаганды. Ну, вот это как бы такая цитата. Они, тем не менее, продолжали вместе работать, снимать. Там они какой-то фильм снимали, идеологический, безусловно. Ну, и вот всегда у них была после... Этот Шейнин рассказывает, что они всегда потом были пьянки капитальные. И вот они как-то, значит, после очередной пьянки возвращаются. Ну, и, значит, этот диалог такой возникает у Шейнина с Ивановым. Иванов говорит, вот давеча когда-то упрекал русский народ за то, что он заставлял ебать водку пить. Не говорил я этого, говорит Шейнин. Так вот, не слушает его Иванов, когда ты сказал это, я хотел тебе ответить, но не ответил. А теперь скажу, когда ваш царь Соломон с наложницами развратничал, наши русские мужики еще только квас пили. Шейнин такой. Иванов зациклился совсем. И я вдруг понял, он шизофреник. Ну, вот такие они все были дружные. Ну, давайте еще посмотрим на цитаты и на перлы этого Иванова. И будем заканчивать на этой фигуре. Масоны всегда рассматривали Советский Союз и его вооруженные силы, как своего непосредственного врага. Лишь страх перед гласностью и гневом международного общественного мнения заставлял организаторов многочисленных диверсий против СССР отступать. Еще цитата. «Основным содержанием сионизма является воинствующий шовинизм и антикоммунизм». Ну, понятно, да? Ничего не напоминает. Вот прям сейчас именно такими словами все, друг, вот там в комментах и пишут. Кто-то, может быть, помнит такого советского вещуна. Такого он все время вещал политическое обозрение у него. Какая-то международная панорама у него была. Валентин Зорин такой в очках, такой чувак, мол, огромные очки такие толстые, роговые. Ну, вот считается, что на самом деле Иванов как бы двух слов связать не мог. Книжку написал на самом деле вот этот Зорин. Ну, вот либо Валентин Зорин вот этот, либо Валерьян Зорин. Там было два их Зорина. Один вот Валентин, это вот этот. Был журналист такой международник, а второй был замминистра иностранных дел, кстати говоря. В те времена он был удовозорен. Ну, и вот как бы здесь, значит, у нас с вами, это будет сегодня несколько раз повторяться, значит, это вот тема умученности журнами и, соответственно, значит, казнь русского патриота. Соответственно, вот это касается в том числе и Юрия Иванова, значит. Ну, вот это Юрий Иванов, понятно, что он был, работа у него не сладкая была, но у него были проблемы с желудком, ну, там, не знаю, язва, гастрит, понятное дело. Ничего в этом сложного нет, когда ты вечно в командировках какой-то сухомяткой питаешься. Ну, и вот как бы он лег, обращая внимание, в Кремлевскую больницу на обследование и, соответственно, в этой Кремлевской больнице он и умер. Вот, лег на диспансеризацию, типа того, а лег, ну, умер от инфаркта. У него неожиданно, значит, вот как бы выяснилось, ну, во всяком случае, в свидетельстве о смерти поставили словечко «инфаркт». Поэтому понятно, что, ну, кто, я спрашивал, кстати, у кого болит сердце, очень часто болеет желудок, поэтому не факт, что он, конечно, ложился именно как бы с желудком, вернее, у него болел желудок, а на самом деле это был предвестник смерти в лице инфаркта. Так что тут ничего в этом сложного нет, но, конечно, его тут же начали кричать, что это его умучила ебинская мафия. Ну, в общем-то, мы с вами это еще раз увидим. Но давайте подведем какой-то итог. Как, по-вашему, он идейный или пропагандист? Ну, с моей точки зрения, он, конечно, пропагандист без злона, работник международного дела, шпион большого высокого ранга. Так что не будем его называть идейным, я просто на этом как бы делал свою карьеру. Быстренько посмотрим несколько комментов.